Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В подборочном туре взяла фантастическую сумму 250 очков, а не справа от меня в красных шарфах Полина Шепневская. Команда Мозыря преодолела потрясающе сложного, непредсказуемого соперника команду Октябрьского района. И вышла в финал синие шарфы Петр Лиховец. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, финал нашей региональной серии. Только область, только клубы интеллектуалов из районных центров, малых городов и так далее, и так далее, и так далее. Вот два финалиста Мозырь и Светлогорск. Кто из них получит диплом первой степени, войдет в историю, как видите, нашего регионального супертурнира, ну а кто вечно останется вторым. Итак, внимание, начнем с блеф игры. Проверим интуицию, проверим элементарные знания. Петр, интуисток выпускаем. Кто это? На блеф игру пойдет Саша. Саша. Полина у вас? Пойдет Сергей. Итак, Саша против Сергея. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Верите ли вы что? Туринская плащаница хранится в Испании. Прошу. Верю. Верите. Вообще, Турин это итальянский город, а так все хорошо. Вы не правы. Играем дальше. Верите ли вы, что на святки девушки гадали в бане? Прошу. Нет. И в бане тоже гадали на суженого. Самое опасное гадание с двумя зеркалами и свечой. Ой! И на такие суженые приходили. Играем. Верите ли вы, что громоотвод изобрел президент Франклин? Прошу. Верю. А? Да, верю. В самом деле, Франклин изобрел громоотвод, но он, увы, никогда не был президентом. Хотя изображен на какой-то зелененькой купюре. Играем. Верите ли вы, что наибольшее количество полнометражных фильмов снимается в Индии? Прошу. Да, верю. Да, в Болливуде так называемом. Вы правы. И первые пять очков, я уже думал, что 0-0 мы разойдемся на блеф игре. Играем. Верите ли вы, что кумачевый цвет – это красный? Фальстарт у вас, к сожалению, мозырь. За этим очень строго следен же электронный судья. Ответ? Верю. Да, красный, кумачевый и так далее, и так далее. Есть такой цвет. Вы правы. И очень лихо начал Светлогорск. 10-0. Мы переходим к дуэр игре. Итак, внимание, дуэль-игра. 5 тем, 5 боев, 5 очных поединков. Темы. Первый бой – наука. Второй бой – филологический, общее слово. Третий бой – литература. Четвертый – все живое, биологический бой. И пятый бой – совершенно разные области знания. На А начинается, на А кончается. У вас 5 секунд, чтобы все для себя решить. Время. Время истекло. Петр, кто у вас спец по науке? Я. Хорошо. Напоминаю, что больше двух раз на нас ходить нельзя. Полина, у вас? Максим. Итак, Петр против Максима. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание, наука. После его указа 2017 год стал Беларуси годом науки. Прошу. Указ президента Лукашенко. Да, Александр Григорьевич Лукашенко, наш президент. Вы правы. Пять очков. Играем. Так называется Высшая государственная научная организация Беларуси. Прошу. Академия наук. Великолепный ответ. Играем. Этот научно-популярный журнал был основан в 1890 году. Прошу. Вокруг света. Вокруг света. Вы не правы. Прошу, Петр. Наука и техника. И был возобновлен в 1935. Наука и жизнь. Очень хороший журнал. Очень четкий. Это вам не Википедия. Играем. Этот глухой калужский учитель основатель современной практической космонавтики. Циолковский. Как? Циолковский. Циолковский Константин Эдуардович. Браво! Ну и закончим тему наука. Ученые из этой страны прославились множеством абсурдных исследований. Прошу. Великобритания. Да, британские ученые установили. Ха-ха-ха. И по-моему сейчас какие-то совершенно потрясающие цифры у нас в счете 0,30. Впереди Светлогорск. Вот это да. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы играем в следующий бой. Итак, внимание. Второй бой. Филологический, лингвистический. Общее слово. Три определения, а вам нужно сказать существительное. Петр, кто в бою? Пойдет Саша. Саша против? Даника. АПЛОДИСМЕНТЫ Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, общее слово. Три определения, а от вас существительные. Сопливый, горбатый, римский. Прошу. Нос. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно же. Играем. Детский, блатной, трехэтажный. Прошу. Мат. Мат. Детский мат в шахматах. Первое пять очков принес своей команде. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мраморная, веревочная, пожарная. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Лестница. Великолепно. Высший первый выпускной. Бал. Высший бал. Прошу. Бал. Что? Бал. Только что был бал. А я уж так было собрал скричать. Высший первый выпускной. Класс! Какой класс! Класс, конечно же. Играем. Низкий, тонкий, совещательный. Прошу. Ну, юмор. Юмор низкий. Ниже пояса. Прошу. Музырь. Вот когда голосует, он будет, бывает, решающий, а бывает, совещательный. Голос. Это правильный ответ. Итак, после второго боя, общее слово 40 у Свиногорска, 5 у Мозыря. Потрясающе, неожиданно. Следующий бой. Литература. Кто у нас литературовед? Догадуешься, что София? Правильно. Итак, София, готовьтесь. Полина у вас? Я. София против Полины. Вперед! Начнем. Он со своими друзьями жил в цветочном городе. Прошу. Незнайка. Да. Она досталась в наследство старшему сыну в сказке «Кот в сапогах». Мельница. Мельница, конечно. Среднему оселу, а младшему уже, собственно, кот. Волант, Коровьев, Азазелла, Бегемот. Герои этого романа. Прошу. Мастер и Маргарита. Великолепно, София. Это животное попросил нарисовать летчика маленький принц. Прошу. Барашек. Нарисуй мне, барашка, попросил маленький принц. И заканчиваем. У этого классика литературы была и менее ясная поляна. Прошу. Толстой. Который? Лев Николаевич. Лев Николаевич, разумеется, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ София, вы просто блестяще отыграли. Четыре правильных ответа из пяти. Двадцать пять. Сорок пять. Разрыв сокращается. Следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, все живое, биологическая тема. Петр, кто в бою? Костя. У Светлогорска. Саша. Итак, Константин против Александра. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Костя, 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 Костя. Итак, Иванец, сразу вопрос в лоб. Когда страусы прячут голову в песок? Прошу. При опасности. Это неправильный ответ. Ответ? Они не прячут голову. Никогда не прячут голову в песок. Это такое распространенное заблуждение. Браво! Браво! У лосося красная, у осетра черная. Б**. Да? Икра. Икра, разумеется. Хорошо. Морскими свиньями русские моряки называли это милое млекопитающее. Фальстарт у вас. У вас есть шанс? Ну, предположим, тюлень. Тюлень. Милое млекопитающее. Вы с тюленем не дай бог вам на дорожке столкнуться на одной. А милое млекопитающее – это дельфин. Вот. Морская свинья. Вот так приятно было у русских моряков назвать. Играем. У лягушек квакают только они. Тишина. Ну, лягушки бывают такие и такие. Все лягушки. Да. Безхвосты. Безхвосты. Понятно. Шанс, Костя? Все. Все. Да нет, дело в том, что точно так же, как у птиц поют только они, и у мужчин поют серенады только, вернее, у людей поют серенады только они, это лица мужского пола. Ну, грубо говоря, самцы. Теперь вы это знаете. Играем. Они вымерли около 65 миллионов лет назад. Да. Мамонты. Спасибо. Собственно, тогда их еще и в проекте не было. Константин. Динозавры. Динозавры, конечно же. После четвертого боя все живое. Счет у нас 30-55. Разрыв неуклонно скачается. У нас пятый бой. На А начинается, на А кончается. Вот такие вот у нас слова из совершенно разных областей знания. Петр, кто готов? Пойдет Максим. Максим пойдет. А у Полины? Сергей. Итак, Максим, Бронев Сергей. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Афина. Афина. А что бы ответил Максим, если выжил бы правильно? Ариадна. Нить Ариадны, разумеется. Ариадна дала ему клубок с ниткой. Играем. Она не ядовита, но обладает большими размерами. Опасность ее сильно преувеличена, а гибель человека при встрече с ней вообще чаще случаев. Анаконда. Анаконда. Великолепный ответ. Браво. Змеи еще здоровенные, но в общем-то к человеку не любит она людей. Поэтому она их не ест. Играем. Это женское имя. Переводится с готского, как умеющее все. Или мастерица на все руки. Прошу. Александра. Александра. Этот город наш с тобой. Вы не правы. Прошу. Анна. Анна. Годский это германский язык. Алл. Умеющее все. Алл инклюзив. Алла. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Этот цветок можно перевести на латынь как Стелла. Прошу. Астра. Стелла звезда. Астра тоже звезда. Браво, Аксим. Итак, внимание. После дуэль игры 40-60 Светлогорск ведет. Тест игра. Тест игра у нас науки. Ну, неудивительно. Год науки в 2017. Мозырь, Петр Лиховец. Кто у вас сведущий в науках настолько? Соня. Полина, Светлогорск у вас? Даник. Итак, София против Даника. Вперед! Итак, внимание. Начнем. Большинство названий наук произошло от корней. А. Греческого языка. Б. Латыни. Ц. Санскрита. Да. Латыни. Вы заблуждаетесь, София. Греческого. Пять очков на подборе, София. Ну, знаете. Логия, логия, логия. Логос – это учение, это греческое слово. Играем. Не относится к естественным наукам. А. Астрономия. Б. Биология. Ц. Философия. София. Философия. Философия плюс 10. Слова «полет» – это математика. Прилежат А. Ученому да Винчи. Б. Конструктору Королеву. Ц. Летчику Чкалову. Прошу. Летчику Чкалову. Конечно, это его извлечение, правда. Скрытая масса – это одна из важнейших проблем. А. Астрофизики. Б. Диетологии. И. Ц. Криминалистики. Фальстарт. Светлогорск. София. А. Астрофизика – это скрытая масса во Вселенной. Темная материя. 10 очков. И заканчиваем. Высшая награда Российской Академии Наук. Большая золотая медаль имени А. Ломоносова, Б. Павлова, Ц. Менделеева. Прошу, София. Ломоносова? Ломоносова. Да. Первый русский ученый. А. 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 Блестяще сыграла София. И вывела команду вперед. 75-70. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ Художник будет назван правильно, но соперник может перехватить и добавить название картины. За это получит 5 очков. Итак, художник стоит 10, название картины еще 5. Кто готов играть по таким правилам у Музыри? Костя. Константин. Полина, Светлогорск, кто у вас принимает такую игру? Саша. Итак, Костя против Саши. Вперед! Костя! 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 Лихая вам досталась доля. Ваши товарищи, а именно София, вывела команду вперед. И вы начинаете, собственно, игру. Прошу, начнем. Аленушка. Аленушка. То есть художник Аленушка. Вы не правы. У соперника есть шанс. Прошу. Художник Воснецов. Картина Аленушка. 15 очков. Художник. Ну, предположим, художник Айвазовский. 10 очков засчитаете. Название картины? Ну, шторм какая-нибудь. Нет, это не шторм. Прошу, Константин. Океан. Замечательная картина. 4 на 3 метра. Называется «Среди волн». Продолжаем с вами. Художник. Ван Гог. Ван Гог, вы не правы. Уже потеряли шанс. Прошу. Художник Клод Моне. Картина впечатления. Вот именно с этой картины Клода Моне начинался весь импрессионизм. Импрессион впечатление. Импрессион по-французски. 15 очков. Играем с вами. Так, это художник Ван Гог и картина «Подсолнухи». 15 очков. Константин, выносите. Автор. Затрудняйтесь. Затрудняйтесь. Поспросим специалиста. Прошу. Ну, честно говоря, не знаю. Пусть будет художник Судиков. Понятно. Это Карл Брилов. Знаменитая всадница. Или наездница. Прошу. Играем. Автор. Тишина. Тишина. Рафаэль. Рафаэль. Переходим к Константину. Костя. Да Винчи. Да Винчи. Великолепно. Плюс 10. Название. Ай, какая лапочка. Нет. Нет. Увы, увы, это дама с горностаем. Знаменитая. Играем с Костей. Константин, прошу вас. Ван Гог. Пусть будет. Ван Гог. Да нет. Ван Гог к женщинам был совершенно равнодушен. Прошу. Не знаю. А теми мне, это Дега. Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. Знаменитейшая картина. Знаменитейшая плотно. Прошу. 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 Художник. Суриков. Великолепно. Это Суриков. Название. Бояриня Морозова. 15 очков. Костя с вами. Тишина. Тишина. Автор. Репин. Репин. Ну-ну. Прошу. Ну-ли-витан. Ну-ли-витан. Вы думаете, вот этот пейзаж принадлежит кисти великого Исаака Левитана. Вы правильно думаете? 10 очков. Может, полотно еще назовете? Великолепное полотно в Третьяковке. Как-нибудь зайдите. Посмотрите. Называется «Над вечным покоем». В Светогорске у вас есть шанс. Прошу. Художник Пабло Пикассо. Картина «Голубка мира». Вот именно «Голубка мира» ответили «Голубец» зарубил бы вас по полной программе. 15 очков. Браво! После же потрясающей нервной художественной слайд игры. 100 у Мозыря, 145 у Светлогорска. Риск игра! Ну что ж, как я понимаю, сейчас у нас игра капитанская. Петр Лиховец против Полины Шепневской. Я правильно понимаю, Петр? Да. Полина, я правильно вас... Нет. И кого же вы отправляете в бой? Максима. Итак, Петр против Максима. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Риск игра. Правильно. Это плюс 20. Неправильный минус 2. Итак, внимание. Повторяем темы нашей дуэли игры. Наука. При вручении степени почетного доктора Кембриджа Дарвину подарили игрушечную... Прошу. Обезьянку. И это правильный ответ. Был такой шанс. АПЛОДИСМЕНТЫ Так студенты намекали на его авторство эволюционной теории. Играем. Общее слово. Смертельный, коммерческий, допустимый. В нашей игре поздно я стал комментировать. Он допустим. Это риск. Риск игра. Смертельный? Нет. Коммерческий. Ну, коммерческий. Мы на интерес играем. Допустимый. Да, риск допустим. Играем. Литература. Милн написал книгу о нем и обо всех. Прошу. Винни-Пух. Да, Винни-Пух и все, все, все. 140, 140, 145. И осталось два вопроса. Все живое. Стриж, альбатрос и сапсан. Самые такие птицы. Прошу. Самые быстрые. Вы абсолютно правы. 140, 165. На начинается, на окончается. Ариста Ильич считал, что она не требует доказательств по причине своей ясности и простоты. Да. Аксиома. Да, это аксиома. Долгое время считалось аксиомой, что команда Мозыря на эрудит пятерки непобедима. Ну что ж, нашлись геометрии, математики, игроки, которые сумели опровергнуть эту аксиому и вывести свою теорему. Светлогорск. Ваши победы. АПЛОДИСМЕНТЫ 160, 165. Светлогорск побеждает в финале нашего регионального тура. Я поздравляю эту замечательную команду, которую тренирует Ирина Викторовна Сафонова. Центр Ювента. Светлогорск. Браво. Региональный турнир завершен. Победа из Светлогорска. Снова не устаю это подчеркивать. Я отмечаю, что в февраль, март, апрель, каждую субботу в 13.35 на год 4 вы смотрите «Эрудит пятерку». Ну, кто смотрит, кто играет. Ну, а мы помним. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ